Уважаемые телезрители, добрый вечер! Сегодня пятница, я, Анатолий Голя, приглашаю вас на свою традиционную передачу. На этой неделе произошли некоторые неординарные события, связанные с ситуацией в регионе и инцидентами, которые произошли в Приднестровском регионе. Мы коснемся и этих событий, хотя я считаю, что не следует торопиться давать оценок, чтобы не нагнетать и без того довольно напряженную обстановку. Но обсудим и много других вопросов, так как сегодняшнюю передачу мы планировали давно, но не удавалось провести в силу ряда обстоятельств. Сегодня у меня в студии новый чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Молдова Кент Локстон. Добрый вечер, господин посол! Добро пожаловать в Молдову! Добро пожаловать на РТР Молдова! Добрый вечер, Анатолий! It's very nice to be here! Thank you for having me! Для начала хотел спросить, сколько вы времени, около 2-3 месяцев, находитесь в Молдове? Каковы ваши первые впечатления от нашей страны, от знакомства с Молдовой? Что вам удалось посмотреть уже? Моя жена Мишель и я, мы прибыли сюда около 3 месяцев назад, и мы очень довольны тем, как нас приняли, как приняли нас люди в Молдове. Мы познакомились с людьми в Кишиневе, мы поездили немного, и мы чувствуем, что люди заинтересованы, они очень доброжелательны, они хорошо принимают тех, кто приехал сюда. У нас была возможность немного поездить, мы ездили в Каушан и в Камрад, в Террасполь, и мы с интересом ожидаем возможности увидеть и другие места в Республике Молдова в ближайшие месяцы и годы. Ваши дети уже взрослые, они остались в США? Наши дети, мы ими очень гордимся, потому что они провели практически всю свою жизнь за границей, в разных местах земного шара. Наша дочь изучает право в Университете Вирджинии, а сын изучает музыку, технологию записи в Университете Шеннон-Доха в Вирджинии. Мы надеемся, что они приедут к нам в гости и проведут какое-то время в Молдове. Непременно. Вы владеете, я знаю, что вы владеете русским языком, достаточно неплохо, хотя мы сегодня решили провести передачу с переводом. И учите румынский, каковы ваши успехи? Спасибо за то, что вы отметили наше знание русского языка. Я стараюсь, конечно, сохранять это знание, но я ценю возможность говорить сегодня по-английски. С женой мы изучаем румынский, мы очень стараемся, и мы будем стараться говорить больше по-русски и по-румынски, конечно же. Честно говоря, нас очень впечатлила доброжелательность, гостеприимство людей в Республике Молдова и готовность говорить на любом языке. Ну, особенно, когда вы выпьете бокал молдавского вина. Я надеюсь, что вы уже оценили наше вино. Да, уже оценили ваше вино, и мы с интересом ожидаем возможности попробовать и другие вина. Нас очень впечатлили изменения в Молдове. Я был здесь в начале 2000-х годов, и возможности молдавских виноделов расширяются, они делают свою продукцию лучше и лучше, и уже столько экспортируют в Евросоюз по гораздо более высокой цене. Это уже получается высокоценностное сельское хозяйство. И нам очень повезло, что у нас есть возможность быть здесь, пробовать прекрасное вино, и мы очень ждем хорошей погоды, чтобы продолжить это. Это конкуренция для Калифорнии. Ничего страшного, мы справимся. Я думаю, что у молдавского вина должно быть больше поклонников в мире. Да, вы правы. После 2000-го года, когда вы были первый раз в Молдове, у нас появилось очень много маленьких виноделин. Если раньше были 2-3 большие, то сейчас маленькие, которые делают очень хорошее вино, и я надеюсь, что вы успеете попробовать. Хотя я понимаю, что сейчас немножко не до этого. Вам, конечно же, не удалось за 3 месяца многое посмотреть, потому что вы приехали в Молдову в очень сложный период. После вашего приезда начались все эти события, нагнетание региональной ситуации, ситуации в Украине, в Молдове. Как вы расцениваете сейчас, насколько безопасна Республика Молдова? Да. Первые несколько месяцев были очень загруженными и в каком-то смысле очень сложными. Нас очень беспокоит то, что мы видели в Украине из-за конфликта, который вызвал господин Путин в России, без того, чтобы кто-то его провоцировал на это. Вы знаете, мы смотрим на фотографии, я вот ранее вам уже говорил, мы какое-то время провели в Украине, 3 года там прожили, и сердце болит смотреть на то, что там происходит. У нас там есть друзья, и мы видим, что происходит со страной из-за войны. Мы сотрудничаем с правительством Республики Молдова, с коллегами, с партнерами, с гражданским обществом, со СМИ, и делимся информацией касательно безопасности Республики Молдова. Мы здесь, не все здесь, мы работаем нормально. Но, конечно, каждый день приходится оценивать безопасность граждан США и нашей команды, и мы делимся этой информацией с нашими коллегами и партнерами из правительства Республики Молдова. На протяжении этого сложного периода, как я уже говорил, не было ничего, чтобы указывало на то, что Молдова находится под угрозой или будет целью военных действий. Тем не менее, я знаю, что правительство США с самого начала войны дало предупреждение о поездках в регион, а после этих взрывов в Тирасполе посольство США рекомендовало гражданам США покинуть Приднестровский регион и не посещать. Но это не касается Молдовы в целом. У нас есть несколько предупреждений по поводу поездок. И было такое предупреждение по поводу Республики Молдова и по поводу Приднестровского региона. И оно действовало несколько лет из-за пандемии COVID. А когда начался конфликт в Украине, то мы сделали следующий шаг. Когда началась война, то есть следующий шаг был касательно Приднестровского региона, чтобы люди понимали, что это сложный регион. И мы рекомендовали гражданам США не просто не ездить в Приднестровье, но также покинуть этот регион. Это связано с конфликтом. И мы и посольство США умеем такого же доступа, как есть в других частях страны. Поэтому мы стараемся гражданам давать как можно больше информации, чтобы они могли принимать информированные решения. Есть предупреждение для граждан США не ездить в Приднестровский регион. И это предупреждение действует с самого начала конфликта. Как вы расцениваете сейчас ситуацию? Я знаю, что вы встречались с господином Красносельским уже чуть ранее. Вчера были контакты представителей правительства Молдовы с господином Красносельским. Все говорят о том, что никто не хочет войны. Все хотят прекращения боевых действий и в Украине. Но с вашей перспективы, с того, что вы знаете информацию, которую вы обладаете, в том числе и с Госдепартамента, как вы прогнозируете развитие ситуации в нашем регионе? Мы рады видеть тот подход, который применяют правительство Республики Молдова и руководство Приднестровья. Все хотят убедиться в том, что нет дополнительных причин для конфликта. И все хотят избежать напряженности в регионе. Мы следим за тем, что произошло в Приднестровском регионе с большой озабоченностью. Я думаю, что озабоченность вызывают они у всех. Наша задача понять, что происходит. Продолжать оказывать поддержку Республики Молдова, поддерживать территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова. И мы признаем нейтральность страны в соответствии с Конституцией. Мы продолжаем работать с партнерами, и мы продолжим поддерживать эту страну и наши взаимоотношения. Я с самого начала должен был сказать, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений с нами. То есть у нас длинная история. Да, мы об этом поговорим во второй части программы, в том числе о возобновлении стратегического диалога, которое произошло недавно на заседании в Вашингтоне. Но чтобы завершить эту тему нынешней ситуации, которая, безусловно, волнует всех наших граждан, всех наших телезрителей, вы упомянули о принципе нейтралитета. Молдавские власти с начала войны в Украине строго придерживаются принципа нейтралитета. И этот принцип считается залогом того, что Молдова останется в стороне от военного конфликта, помогая, естественно, беженцев, оказывая гуманитарную помощь Украине. Но есть и такие раздаются голоса, которые призывают отказаться от нейтралитета, потому что это не является, по мнению другой части населения, гарантией безопасности. На Ваш взгляд, в этой ситуации, каковы шансы международного признания нейтралитета Молдовы, закрепления этого нейтралитета в более высоком статусе? Как должна поступать Молдова, молдавские власти в этой ситуации? Что является лучшей гарантией безопасности граждан? США впечатлены, исключительно впечатлены. Я думаю, что весь мир поддержит это. Нас очень впечатлило то, каким образом граждане Молдовы отреагировали на беспрецедентный поток беженцев из Украины. Несколько сотен тысяч человек прибыли на территорию Республики Молдова. Около 90 тысяч человек решили остаться на территории Республики Молдова. И мы оказываем поддержку правительству Республики Молдова в данном вопросе, чтобы помочь позаботиться об этих людях. Вдохновляет то, как люди стараются помочь своим соседям из Украины. Очень впечатляет. Хочу сказать это с самого начала. Что касается нейтралитета Республики Молдова, он прописан у вас в институции. Мы признаем это. И у нас есть партнерские отношения. Мы будем продолжать эти партнерские взаимоотношения. А вопрос нейтралитета – это вопрос, которым должна заниматься Республика Молдова. У вас это прописано в Конституции, и мы это признаем. Вы из этого исходите. Я слышал и господин Энтони Блинкин, когда приезжал в Молдову. В этой ситуации молдавский нейтралитет встал во главе угла. Но это является гарантией безопасности? Или нужны какие-то еще другие меры? Я думаю, что этот вопрос нужно задавать правительству Республики Молдова. Народ Республики Молдова должен принимать решение. Мы признаем то, во что верят наши партнеры. Мы должны осознавать это. И то, что они делают для собственной безопасности. И, исходя из этого, мы строим свои взаимоотношения с Республикой Молдова. Возвращаясь к ситуации в Приднестровье. США и все остальные страны исходят из территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Но как восстановить эту территориальную целостность в полном смысле? Сегодня в Молдове находятся представители миссии ОБСЕ. Представители ОБСЕ, действующего председателя ОБСЕ. Все высказываются за продолжение переговоров по Приднестровскому регулированию. Но в то же время признают, что формат 5 плюс 2 де-факто не существует практически. И вот очень трудно восстановить. Как вы видите в дальнейшем переговорный процесс? Как сейчас, во время войны в Украине, так и после? Как два берега Днестра должны строить свои отношения? США поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова. И мы всегда поддерживали особый статус для Приднестровья в этом контексте. Мы также поддерживаем переговоры в формате 5 плюс 2, и у нас там есть роль наблюдателя. И действующие председательства ОБСЕ и САБИЛ БСЕ присутствуют здесь и работают с обойными берегами Днестра для того, чтобы дискуссии продолжались. Я думаю, что все смотрят в будущее и задают себе вопрос, как дальше будет работать формат. Естественно, да. Но процесс все равно продолжается. Мы ведем дискуссии. Есть очень много отдельных проблем, которые действительно имеют значение для обычных людей, которые живут на обоих берегах Днестра, которые живут вместе, работают вместе, общаются, у них семьи есть. Очень важно, чтобы ОБСЕ продолжили свою работу, и мы будем поддерживать этот процесс. Если станет вопрос о какой-то адаптации, изменении формата, мы бы хотели участвовать в этом. Но пока мы полностью поддерживаем продолжение работы ОБСЕ в формате 5 плюс 2, и мы будем продолжать исполнять свою роль наблюдателя. Мы не участник, мы наблюдатель. При условии, что этот формат продолжит работу, потому что в условиях войны между Россией и Украиной очень сложно представить себе, как этот формат будет в дальнейшем работать. Контакты 1 плюс 1, они тоже достаточно затруднены, и они тоже проходят при посредничестве участников формата 5 плюс 2. США продолжают рассматривать формат ОБСЕ как единственное решение на текущий момент, единственные рамки для ведения переговоров. Так что нам хотелось бы, чтобы это продолжалось. За последние месяцы, даже во время конфликта, контакты 1 плюс 1 продолжаются. ОБСЕ стаются активным участником, они общаются со сторонами. Это хороший знак, что есть добрая воля и интересы в продолжении процесса. А если потребуется что-то изменить в формате в дальнейшем, то здесь лидирующую роль будет играть ОБСЕ. И главное, чтобы процесс продолжался. Будем надеяться, что процесс будет продолжаться, и эта напряженность, которая сейчас ощущается, она останется в прошлом. У нас короткая реклама на РТР Молдовы, после которой мы продолжим беседу. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Уважаемый телезритель, напоминаю, беседую сегодня с послом США в Республике Молдова, Кентом Локснером. Мы в первой части программы проговорили о ситуации, о Приднестровье. И чтобы продолжить в какой-то степени тему оригинальной ситуации, хочу вернуться к проблеме беженцев, о которой вы упомянули в первой части программы. Я знаю, что все страны дают высокую оценку тому, как Кишинев, как Молдова, как граждане Молдовы приняли беженцев, и все оказывают помощь. Как США, я знаю, что помогают в этой ситуации, как будет дальше, какую помощь вы уже оказали? Спасибо за вопрос, потому что мы очень гордимся помощью, которую мы можем предоставить как международному сообществу ООН и ассоциированному агентству и организациям, но также напрямую со стороны США. Мы предоставили огромную поддержку, большое количество поддержки и гражданам, и всем тем, которые мобилизовались и поддерживали неправительственные организации и частные лица, которые сделали разные, предоставили различную помощь, которые предоставили различные продовольственные пакеты, которые были предоставлены беженцам в первые дни конфликта, и нам очень приятно, что мы могли помочь. Наша поддержка UNHCR мы предоставили именно для Республики Молдова посредством ООН 30 миллионов долларов. Я посетил центр Catholic Relief Services, это наша партнерская организация, с которой мы работаем, и помимо финансовой поддержки посредством UNHCR и то, что они здесь делают в Молдове, мы также смогли предоставить небольшой грант в сумме 13 миллионов, который поддерживает, наша организация Catholic Relief Services, которая поддерживает беженцев, а также различным центрам, где размещаются беженцы, потому что многие размещены в домах у людей, но также в центрах размещения. И мы работаем вместе с международным сообществом, мы знаем, что они работают совместно с правительством для того, чтобы помочь и беженцам, но также тем семьям, молдавским семьям, которые поддерживают, которые открыли свои двери для беженцев. И они просто открыли двери, люди живут у них, и у некоторых в домах даже по нескольку семей, поэтому очень важно, чтобы международное сообщество нашло возможность помочь и этим семьям, и беженцам. Я слежу за своим фейсбуком, за информацией, которые там появляются, и я вижу, что огромное количество благодарности со стороны украинских беженцев, которые здесь разместились, здесь остановились, и со стороны международного сообщества мы сделаем все, что возможно для того, чтобы поддержать этих беженцев и молдавских людей, которые также приняли этих беженцев, и сейчас счет 100 тысяч людей пришли. Да, я знаю, что эта помощь оказывается через комиссариат по беженцам, и семьи получают деньги, и беженцы получают деньги, тем не менее, много говорилось, и Саманта Пауэр заявляла о помощи, и господин Блинкен заявлял о помощи, и мне приходилось слышать, что вот помощь обещают, но она еще не пришла, я имею в виду те 50 миллионов и еще 50 миллионов долларов, которые были обещаны, и будет ли помощь и на поддержку бюджета, макрофинансовую помощь, так как правительство в этой ситуации кризисной сталкивается с очень большими проблемами, и дефицит бюджета увеличивается все время, и беженцам надо помогать, и на региональную безопасность, и так далее. Какова будет помощь США в этом отношении, и как скоро она поступит, потому что пока что правительство говорит, что деньги не поступали. Сначала конфликт США обещало 130 миллионов, дополнительно 130 миллионов долларов. Первые 30 миллионов, о которых я говорил, именно были выявлены для поддержки беженцев, для поддержки беженцев через систему ООН, а также посредством работы, прямой работы через организацию Catholic Relief Services, поэтому мы очень четко эти 30 миллионов долларов направили, но мы слышали правительство и слышали людей из Молдовы, которые говорили, что мы хотим быть хорошими, быть той стороной, которая хорошо принимает беженцев, но мы также хотим продолжить нашу повестку по экономическим и политическим реформам, поэтому США, совместно со многими партнерами из международного сообщества, мы пытаемся найти способности для продолжения поддерживать, чтобы продолжить поддерживать правительство Молдовы и тех людей, которые говорят, что мы хотим изменений, мы хотим реформ, мы хотим бороться с коррупцией, мы не хотим терять время. И дополнительная поддержка будет предоставлена, и то, что мы обязательно предоставим дополнительное финансирование в очень важных областях, например, энергетическая безопасность Молдова, для того, чтобы Молдова могла диверсифицировать свои источники энергии и работать над всем рядом вопросов касательно энергетики, эффективности и разнообразить это все. Дополнительно мы профинансируем поддержку экономики, естественно, есть сложности, связанные с пандемией прошлого года, и кроме этого конфликта, очень много прерванных экономических связей с Украиной, Россией, Белоруссией, и поэтому нужно найти возможности с правительством для того, чтобы найти возможности. Мы не передаем деньги, но мы передаем деньги в программы, и поэтому мы поддерживаем и финансируем определенные важные потребности, например, энергетическая эффективность, или те сообщества, которые будут внедрять проекты в области энергетической эффективности. Опять же, мы поддерживаем безопасность на границе, есть большие потребности в связи с конфликтом, и беспрецедентный поток беженцев, и вместе с правительством мы найдем возможности, чтобы поддержать безопасность на границе технологий и так далее. И опять же, мы всегда поддерживали СМИ, независимые СМИ, и мы и дальше рассмотрим возможности взаимодействовать со СМИ, и опять же, говорить об этих вопросах. Как СМИ, которые работают на румынском, также на русском языке. Мы, опять же, хотим сделать больше в многих областях, которых мы и правительство, в принципе, выявило как приоритеты. Над этим мы будем работать, и большая часть денег еще в процессе, то есть мы должны провести это все через наш бюджетный процесс, и мы думаем, что в течение следующих недель и месяцев эти деньги поступят в Молдову. А вот конкретные какие-то, есть ли какие-то новые конкретные проекты в условиях, когда будет снижение внутреннего валового продукта, когда экономические показатели падают, цены растут, сокращаются рабочие места. Рассматриваете ли вы в перспективе какие-то программы по созданию рабочих мест, для того, чтобы могли работать, в том числе и беженцы из Украины, которые уже устраиваются на работу в Молдове? Есть какие-то специальные программы? Это именно такие, те программы, по которым мы будем работать с правительством, для того, чтобы выявить и найти возможности помочь. Мы обязательно сосредоточимся на этих вопросах, у нас нет, мы пока не знаем, как мы будем работать, на местном уровне, на национальном уровне, но мы попытаемся найти возможность для того, чтобы поддержать экономику. Либо это сельское хозяйство, либо экспорт, которым может быть история успеха. И мы рассмотрим возможность, если они смогут создавать продукты высокого качества и высокой ценности. И очень-очень много программ по экономическим вопросам будут разработаны в течение следующих месяцев, для того, чтобы мы поняли, как мы можем поддержать наилучшим образом, и какие изменения на законодательном уровне должны быть сделаны, какие инвестиции могут быть привнесены, как можно выйти после ситуации с пандемией и с конфликтом. И, конечно, мы захотим создать программу, сказать, вот программа, давайте посмотрим, как мы вместе сможем сделать. Европейский Союз в связи с этой ситуацией всерьез рассматривает возможность снятия квот, снятия ограничений на экспорт на рынок Европейского Союза продукции и товаров из Молдовы, потому что Молдова лишилась сейчас в силу этих обстоятельств российского рынка, украинского рынка. США готовы каким-то образом, я не знаю, каким образом, способствовать увеличению экспорта молдавской сельхозпродукции в США? Есть ли такие возможности? Мы очень усердно работаем с Европейским Союзом и с другими сторонами, которые поддерживают Республику Молдову. Мы есть возможность развить рынки, экспортные рынки и поддержать инвестиции в Республику Молдову посредством поддержки и посредством возможностей, предоставленной с соглашением по ассоциированию с Европейским Союзом. И, естественно, недавнее прошение, заявка в Европейские Союзы и опросники. То есть процесс продолжается, и Молдова считается страной, которая желает присоединиться к Европейским Союзам. Ну и, конечно же, мы не являемся теми, которые могут принять это решение, но мы поддерживаем это. Мы говорим с коллегами из Европейского Союза, мы обсуждаем все, что касается системы квот, разрешений на транспорт. И также мы хотим помочь с Румынией и с другими, и с портами, и с изменить логистику. Мы действительно хотим увидеть больше молдавских продуктов на американском рынке. Конечно же, Европейский Союз ближе и проще туда, чтобы товары туда попали, но мы это обсуждаем. В рамках нашего диалога, регулярного диалога, а также мы говорим о том, что является действительно практическим. Поэтому мы хотим поддержать экспорт экономику, а также хотим все это сделать очень практично, для того, чтобы имел коммерческий смысл. Вы затронули тему интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. США приветствовали подачу заявки Молдовы 4 марта на интеграцию в Евросоюз. Как вы лично расцениваете шансы Республики Молдова на интеграцию в ЕС, что может сделать Евросоюз для Молдовы, и что должна делать Молдова для того, чтобы соответствовать критериям. Потому что все понимают, что на бумаге все выглядит легко и гладко, а на самом деле есть очень много проблем. Как их решать? Люди Молдовы очень четко высказались на последних выборах, что они поддерживают более близкие отношения, более глубокую интеграцию с Европейским Союзом, с Европой. И США это приняли очень серьезно, и мы хотим найти возможности помочь этому. Как вы говорили, правительство решило подать заявку для присоединения к Европейскому Союзу, и я уже сказал, что мы это поддержали. Мы являемся партнерами и Европейского Союза, и правительства Республики Молдова. Рассматривая серьезность, с которой правительство подошло к этому процессу, и способность правительства ответить на вопросы в вопроснике, проводя анализ, где находится Республика Молдова в том, что касается гармонизации и соответствия с законодательством Европейского Союза. Я знаю, что этот процесс длится долго, и мы знаем, что европейские коллеги, которые здесь находятся, делают все возможное, чтобы поддержать США. США и в дальнейшем продолжат быть сильным сторонником, и мы дальше будем продвигать присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу, и мы понимаем, что люди говорят, что это их цель, и мы это поддержим. Вы упомянули среди основных проблем Молдовы вопросы энергетики. Сегодня у нас 29 апреля, мы записываем передачу днем, послезавтра 1 мая, и мы не знаем, будет ли в Молдове газ, будет ли в Молдове электроэнергия, так как тендер вчера закончился, не знаю, чем, какими результатами. Что можно сделать конкретно для обеспечения, для усиления энергетической безопасности Молдовы, которая, энергетика является самым уязвимым местом молдавской экономики? Как эту проблему можно решить в достаточно короткие сроки, особенно в нынешней региональной ситуации? Это очень важная цель для США, и я знаю, что и для Республики Молдова, и мы вместе должны работать над укреплением энергетической безопасности в этом регионе и в этом данном случае Республике Молдова. Я боюсь, что на данный момент очень сложно понять, что именно можно сделать, но чтобы упростить немножко ситуацию для Молдовы, в краткосрочной перспективе нужны альтернативы. То есть, когда только один источник энергии, очень сложно понять, и очень сложная ситуация, когда мы зависим от одного источника только. Поэтому у нас были различные обсуждения с нашими партнерами в правительстве, говоря о газе и электроэнергии на будущее. В USAID будет новая программа, она названа МЕСА, будет программа 17 миллионов долларов, и поэтому то, что вы говорили раньше, более 100 миллионов, это будет дополнительная тема. И мы поддерживаем Молдову, чтобы она смогла найти другие, лучшие возможности как-то администрировать эту область. И одна из областей будет, чтобы мы обеспечили возможность для Молдовы найти и купить энергию на открытом рынке. То есть, найти возможности купить, привезти газ, транспортировать его и где-то его складировать, то есть, где-то его хранить. Мы ищем возможности предоставить свою поддержку, таким образом, каким мы можем сделать. То есть, решение НСОЕ, при котором Молдова и Украина присоединятся к сети электроэнергии Европейского Союза. И мы пытаемся понять, как мы можем помочь. То есть, и Европа, и Украина, и другие страны в этом регионе. И мы, я как уже отмечал, энергетическая безопасность, эффективность и возобновляемые источники, я понимаю, что это будет чуть дольше. Но мы должны понять, как мы можем помочь Молдове, чтобы она, например, снизила потребность в энергии. Или найти возможности создавать энергию, которая отличается от данной ситуации, когда Молдова зависит от российских источников. Теоретически я задаю наивный вопрос. Мы можем рассматривать вопрос о доставке газа танкерами из США. Я знаю, что рассматриваются такие вопросы, практикуются в отдельные страны, потому что Молдовия зависит от трубы Газпрома. И как другие альтернативные пути, они прорабатываются или пока только это все в теории? Я думаю, что у нас очень серьезный подход к альтернативам. Газ из США, но другие производители тоже. Те, которые привозят энергию на европейский рынок, не только в Молдову. Но и сейчас нам нужно снизить зависимость многих стран из Европы от Газпрома и нужны опции. Мы надеемся, что мы можем, тем, что мы предоставим больше энергии на рынок, цены будут варьировать. Потому что если цены очень высокие, тогда страны очень ограничены в том, что они могут сделать по альтернативам. Да, обсуждение более теоретическое, но Байден и его администрация говорили о том, что как мы можем привнести больше источников американского газа в Европу и затем найти возможности, чтобы привезти этот газ в Молдову. Нет решения привозить танкерами газ в Джорджуле или через Черное море. Это практически невозможно. Технически это невозможно. Нужны технические возможности и так далее. Но есть альтернативы, над которыми мы работали в течение последних нескольких лет и мы разработали их совместно с европейскими партнерами. И мы очень надеемся, что LNG будет также частью энергетической смеси, так скажем, в Европе. И таким образом мы сможем помочь ситуации в Молдове. Мы тоже надеемся. У нас еще одна короткая реклама. Продолжим через несколько минут. Мы вернулись в студию. У меня еще много вопросов, но я по мере поступления не могу не задать вопрос. Мне телезрители не простят, если я вас не спрошу о теме строительства нового здания посольства США в Молдове. Вы прекрасно знаете, что эта история тянется уже на протяжении почти пяти лет с передачей здания территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства. Были даже инициативы в муниципальном совете, чтобы провести референдум о том, что должно быть на этом месте. Я знаю, что вчера вы подписали меморандум о соглашении, чтобы потом определить цену этой территории и начать строительство. На мой взгляд, территорию надо было передать, надо было что-то сделать, потому что 15 лет она пришла в запустение, и мы доказали свою неспособность что-то там сделать. С другой стороны, мне кажется, что посольство США недостаточно ввело диалог с жителями Кишинева по поводу вот этой территории. Я хочу вам предоставить возможность, чтобы вы сказали, что там будет, как там будет, когда вы начнете строить, когда вы закончите, и что там будет на этом месте. Давайте, я начну с того, что я готова отвечать на дополнительные вопросы. Я рад, что вы меня сюда пригласили. Теперь, что касается нового здания посольства. Вы правы, это уже обсуждается много лет. И я вчера подписал меморандум о взаимопонимании с правительством вчера. Это позволит нам двигаться вперед. И я надеюсь, что нам удастся продвинуться в разработке новой территории для посольства. Мы сотрудничаем с правительством Республики Молдова. Это сотрудничество растет и развивается. Мы работаем все еще в том здании, которое мы получили в 93-м году. Мы уже использовали все уголки этого здания. Теперь мы разбросаны, получается, по пяти точкам в Кишиневе. И нам, честно говоря, очень сложно выполнять те задачи, которые необходимы для того, чтобы поддерживать наши взаимоотношения. И очень сложно найти объект недвижимости, который бы дал достаточно пространства для посольства США. И мы уже несколько лет ищем такое место, которое бы соответствовало нашим спецификациям. Мы с удовольствием останемся членами Кишиневского сообщества. Не хотелось бы уезжать куда-то за пределы этого прекрасного живого города. Поэтому мы были очень рады подписать это соглашение вчера. То, что мы сейчас сделали, мы просто подписали соглашение, которое говорит, теперь можно об этом разговаривать. И правительство говорит, да, пожалуйста, вот этот участок вам доступен, место бывшего республиканского стадиона. То есть мы теперь можем начинать переговоры. Это будет делаться очень открыто. И мы будем обсуждать справедливую родничную цену этого участка. В 2008 году республиканский стадион снесли. И теперь нам нужно говорить о том, сколько стоит этот участок. И как только мы придем к соглашению, США заплатят республике Молдова стоимость участка. Никаких секретных сделок. Это все часть процесса. Когда мы придем в эту точку, то я, честно говоря, хочу сказать, что мы с интересом ожидаем возможности что-то построить на этом участке, что войдет в живое сообщество Кишинева. Мы хотим на этом участке сделать публичный парк, чтобы люди могли туда приходить. Не будет никаких ограничений. Можно будет делать фотографии. Дети будут играть. Будет зеленое пространство. То есть это будет прекрасное дополнение для сообщества. Кроме того, мы хотим признать историю и важность этого участка. Следовательно, мы предпримем все возможные шаги для того, чтобы отреставрировать, защитить, сохранить исторические ворота, которые все еще там стоят. К сожалению, о них сейчас не заботятся. Но нам хотелось бы оказать уважение истории. И мы надеемся, что жители Кишинева смогут пользоваться этим пространством тоже. Вот это наши приоритеты, если мы сможем достичь окончательного соглашения по поводу земли. То есть мы заложим парк, и мы отреставрируем ворота. Знаете, меня не беспокоит использование дат. Вот к концу 2024 года, возможно, мы сможем начать строительство посольства. К тому времени удастся достичь соглашений. Мы очень активно работаем с местным сообществом, с дизайнерами, с людьми, потому что нам хотелось бы отразить культурное наследие. Нам хотелось бы, чтобы наше здание выглядело по-молдавски. На странице в Фейсбуке у нас есть короткое видео, где показано, как может выглядеть это место после того, как мы сделаем то, что мы там запланировали. Но это будет через несколько лет после начала строительства. Мы работаем сообществом. Мы хотим, чтобы люди понимали и поддерживали то, что мы делаем. Стоимость проекта будет не менее 250 миллионов долларов. Это инвестиции в город. Мы будем привлекать молдавские компании, молдавских рабочих. И мы думаем, что нам удастся оживить эту часть города, которую, к сожалению, не использовали последние 15 лет, как вы сказали. То есть мы с интересом ожидаем этой работы, и мы хотим быть хорошим соседом, мы хотим быть здесь долго. С точки зрения безопасности мы знаем требования посольств США во всем мире к безопасности. Жители Кишинева не будут чувствовать неудобств из-за вот этих ограничений, которые будут введены. И когда планируется закончить? Вы сказали начало, конец 2024 года, окончание строительства. Хороший вопрос. Сколько длится каждый проект? И очень важный вопрос по поводу безопасности в Экзаме. Это важный вопрос. Мы надеемся, что благодаря вот этому участку мы будем меньшей проблемой для наших соседей. Там будет достаточно пространства для того, чтобы обеспечить безопасность и в то же время не мешать движению вокруг. Это наша цель. Мы ищем место, которое было бы достаточно велико, чтобы мы могли там построить то, что нам необходимо. И сколько займет строительство? Я думаю, 4-5 лет. То есть в конце 2020-х годов мы сможем переехать. Но опять же, все зависит от того, если все будет идти по графику. Но до этого нам хотелось бы взаимодействовать с гражданами и жителями Кишинева. Мы хотим быть хорошими соседями. Спасибо. Я хотел вас спросить еще по поводу стратегического диалога. На этой неделе впервые за 5 лет, по-моему, в 2017 году был запущен стратегический диалог. И он как-то замер после этого. Что предполагается сейчас? Какие новые направления в сотрудничестве предполагаются? На прошлой неделе в Вашингтоне было заседание по стратегическому диалогу. Мы очень довольны возобновлением стратегического диалога с нашими молдавскими партнерами. Вы правы, мы действительно не собирались с 2017 года. И нам хотелось бы оживить эти взаимоотношения. Мне повезло, что я ездил в Вашингтон вместе с министром иностранных дел и с представителями различных министерств, ведомств. И со стороны Молдовы и США участвовал в этом процессе. Сам процесс запустил государственный секретарь. Господин Блинкин и господин Попецку смогли обсудить основные вопросы, стратегические вопросы. Стратегический вопрос, стратегический диалог помогает нам задуматься о том, чего мы хотим добиться в ближайшие 30 лет. Что нам нужно сделать для того, чтобы этого добиться? Ведутся дискуссии в рабочих группах, и цель их понять, чего мы добились, что получилось, на что нужно обратить внимание. И что меня очень обрадовало, конкретные министерства, представители министерств сотрудничали с департаментом казначейства, другими ведомствами. Это цель нашего взаимодействия. Мы хотели увидеть то, чего мы хотели бы добиться дальше. И вот это цель нашего стратегического диалога. Нам хотелось бы, чтобы следующее заседание прошло здесь, в Кишиневе, в начале 2023 года, и чтобы это происходило ежегодно. Мы должны планировать свои взаимоотношения, направления. Таким образом, мы сможем корректировать свои действия, если что-то идет не так, и добиться наилучших результатов. Когда мы говорим о проектах, о сотрудничестве, я знаю достаточно много проектов, которые реализовали при помощи США в Молдове. Но, на мой взгляд, и, наверное, согласятся все телезрители, что самый видимый, самый хороший проект, это был в рамках программы «Компакт» строительство дороги на Сороке, с развилкой у Сорокской. Это было 286 миллионов долларов, США тогда выделило. И тогда говорили о том, что, возможно, будет «Компакт-2». К сожалению, этого не случилось, и США это мотивировало высоким уровнем коррупции в Молдове. И говорили, что если Молдова достигнет успехов на пути борьбы с коррупцией, то такой проект может рассматриваться в будущем. Как вы оцениваете сейчас ситуацию? Молдова может претендовать на новый проект, на новый «Компакт» или что-то другое? Как оцениваете в том числе успехи Молдовы в борьбе с коррупцией? Миллениум «Челлендж Компакт» – так называлась программа, которая проходила здесь в Молдове, и она действительно была очень успешна. Вы правы. До сих пор люди говорят о качестве дороги на Сороку. И я сам хочу проехаться и посмотреть на эту дорогу. И мы тогда очень хорошо сотрудничали. Молдавская сторона была нам прекрасным партнером. И ничего не изменилось. Мы хотим поддерживать инфраструктурные проекты. Мы хотим поддерживать развитие Республики Молдова. Но у программы «Миллениум Челлендж» есть критерии, которым нужно соответствовать. Для того, чтобы можно было участвовать. И это касается рейтингов страны, в Всемирном банке, уровня дохода страны. И по критериям Всемирного банка Молдова сейчас не подходит для того, чтобы реализовать там новую программу «Компакт». Поэтому мы сейчас продумываем другие способы оказания поддержки по развитию инфраструктуры. Но через «Миллениум Челлендж Компакт» это сделать не получится. Там есть критерии, установленные Конгрессом, и мы не можем ничего изменить в них. Они связаны с рейтингом страны и с уровнем дохода в стране. Уровень доходов слишком высок для «Миллениум Компакт». И да, программа была очень важным столпом того, что мы здесь делали. Мы с большим интересом работали с правительством, с парламентом в вопросах, в том числе и борьбы с коррупцией. Это очень важная платформа для всего, что мы делаем в этом направлении. Я хочу подчеркнуть предварительную оценку судей, которые сейчас активно продвигают. Сейчас планируется изучить уровень квалификации тех, кто хочет занять должность судей до того, как этот человек сможет это сделать. И это будет реализовываться во всех судебных органах. Мы надеемся, что процесс начнется в ближайшие недели. И несмотря на все трудности, несмотря на все те вызовы, которые появились из-за войны в Украине, нам не хотелось бы потерять ритм реформ по борьбе с коррупцией и по реформированию судебной системы. Я надеюсь, нам удастся добиться прогресса, и в ближайшие недели международные эксперты начнут свою работу по предварительной проверке судей, что позволит преобразить судебную систему в Молдове. Спасибо, господин посол. Это все, что мы успели обсудить сегодня. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Вы только в начале мандата, и мы будем обсуждать новые проекты, сотрудничество. Вы, может быть, проедете по этой дороге. Джеймс Петит, посол, который открывал эту дорогу, проехал на велосипеде по ней, я помню. Поэтому вам тоже рекомендую, чтобы обсуждали проекты новые, а не вопросы безопасности и угрозы безопасности в будущем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была «Пятница» с Анатолием Голи. У меня в гостях был посол США Кент Локстон. Передача была записана сегодня днем, так как вы видели, что есть определенные сложности с условиями перевода. Всего вам доброго. До встречи в «Пятницу». Редактор субтитров А.Семкин